Доброе утро! Ваше утро было по-настоящему насыщенной информацией. Зарядимся позитивом перед рабочим днем. Надеемся, что будет не тяжелым. Ну и, как всегда, начнем с анонса. Узнаем, что ждет вас сегодня. Сегодня в утреннем эспрессо. В Международный день стоматолога обсудим инновации стоматологических клиник региона. Познакомимся с необычным хобби Анастасии Ермакович. Узнаем, как идет работа над музыкальным проектом «Служебный роман». План погоды введен в Брестскую область из-за снегопада. Весь личный состав госавтоинспекции региона переведен на усиленный вариант тесения службы. Сотрудникам ГАИ ориентировано на оказание помощи водителям, пешеходам, а также коммунальным службам, ведущим очистку дорог. Наиболее сложная обстановка сейчас складывается в областном центре Жавенковском, Малорицком, Пружанском и Каменецком районах. Снегопад вызвал в области всплеск мелких дорожно-транспортных происшествий. И основная задача сотрудников госавтоинспекции – снизить скоростной режим на дорогах, помочь людям при возникновении нестандартных ситуаций. Инспекторы, которые несут дежурство на трассах, вооружены термосами, пледами и подкуривателями для автомобилей. На трассах республиканского значения выставлены блокпосты ГАИ. Помимо этого, экипажи автоинспекции сопровождают колонны коммунальных служб, которые ведут очистку улиц от снега и обрабатывают проезжую часть песко-соляной смесью. Сейчас, как, впрочем, и всегда, сотрудники госавтоинспекции напоминают, в такую погоду очень важно соблюдать скоростной режим, увеличить расстояние между автомобилями, а в случае такой возможности вообще отказаться от личного транспорта. Потому что, действительно, снегопады еще передают на протяжении ближайших нескольких дней, поэтому ситуация, возможно, будет сложной. Всем водителям желаем, конечно же, счастливого пути, чтобы не было никаких неприятностей на дороге. Желаем всего самого-самого наилучшего. Будьте внимательны, будьте осторожны. Ну и прямо сейчас узнаем, какая погода ждет нас сегодня. Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Доброе утро! Доброе утро, Брест! Всем привет! Доброе утро, дорогие чрезвители! Добрый день! Привет! Доброе утро, Брест! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, страна! Доброе утро, дорогие брещане! В Беларуси в этом году будут разработаны более 280 госстандартов. Утвержден план государственной стандартизации. Он сформирован на основе предложений республиканских органов госправления, технических комитетов по стандартизации и других организаций страны. Согласно документу предусмотрены разработки почти по 350 темам. Среди них технический регламент Беларуси. Более 280 государственных стандартов в различных отраслях экономики, большинство из которых будут гармонизированы с международными и европейскими стандартами. Об этой и многим другим темам посвятили свои статьи региональные издания, о чем пишут еще наши коллеги. Узнаем из обзора прессы. Вот именно с прессом. В Бресте строится отель всемирно известной сети «Хилтон». Он возводится недалеко от Брестской крепости на одной из главных улиц города в Варшавском шоссе. Местоположение гостиницы очень выгодное. Это будет уже третий объект «Хилтон», находящийся в Беларуси, сообщает Заря. В Бресте впервые в Беларуси реализуют концепцию «Умный город» на примере шведской модели «Симбио Сити». Первые шаги по запуску пилотного проекта экологически привлекательного города сделаны 7-8 февраля во время семинара тренинга, посвященного внедрению шведского опыта, сообщает Заря. Еще в 2015 году 20-летний брещанин за вождение в нетрезвом виде был лишен прав, но, тем не менее, украл ключи от служебного автомобиля и попал в ДТП. Теперь ему придется отвечать по всей строгости закона. Помимо штрафа, Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает до 5 лет лишения свободы. Подробности в газете «Заря». С выходом декрета номер 3 о предупреждении социального иждивенчества стало появляться немало вопросов. Брещане часто обращаются с просьбой разъяснить его нюансы. Как работает закон в Брестском Вестнике, рассказывает начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по московскому району Бреста Игорь Ласкович. В прошлом году правоохранительным органам города удалось снизить коэффициент преступности более чем на 12%. О том, какие меры позволили достигнуть этих результатов, Брестскому Вестнику рассказал прокурор Бреста Андрей Володько. Жительница Брестского района, имея хорошее образование и незаурядный опыт, работая в одной из фирм города, совершила хищение в особо крупном размере. Афера раскрылась совершенно случайно. Подробности узнаете из Брестского Вестника. Быть активнее, смелее идти к молодежи призвали воинов-интернационалистов во время отчетного выборного собрания в Брестском районном общественном отделении «Белорусский союз ветеранов войны» в Афганистане. Отдельное внимание уделено проблемам, с которыми сталкиваются сегодня афганцы. Подробнее об этом читайте в «Заре над Богом». В этом же номере можно прочитать и об удивительном мире славянских кукол-мотенок, о многообразии этих обережных кукол. Для каких целей они применяются и как изготавливаются, читайте в очередном выпуске «Заре над Богом». Недавно в «Агрогородке Моховец» прошел второй этап консультативно-образовательной акции «Мой выбор – жить с позитивом». Как приобщались школьники и их родители к идеям здорового образа жизни и заряжались позитивным настроем, расскажет газета «Заре над Богом». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Продолжаем наше доброе утро. Доброе утро. Еще раз говорим всем, кто только что к нам присоединился. Друзья, у нас замечательные моменты в программе 21-55-65. Напоминаем телефон студии «Прямого эфира», потому что у нас розыгрыш. Розыгрыш. Отличный подарок у нас. Несмотря на то, что до весны осталось всего-то ничего, буквально три недели, зима не сдает свои права, и поэтому к этому относятся с удовольствием, допустим, актеры, музыканты, которые продолжают показывать зимнюю тематику, различные концерты, музыкальные спектакли. И вот на один из них мы сейчас разыграем два пригласительных билета. Этот спектакль называется «Необыкновенное Рождество» и дает его актерская компания «Напротив». Это спектакль для детей и взрослых, то есть он такой семейный, очень интересный, очень добрый. И смотреть его можно не только в Рождество и под Новый год, а в любой другой день, потому что он о том, как на самом деле в жизнь нашу входит добро. А пройдет как раз-таки этот показ 19 февраля, так что еще есть возможность спланировать свои выходные в 19.00, замечательное время, и воскресный день будет точно украшен этим посещением. Друзья, легкий-легкий вопрос у нас, ну потому что хотели бы мы, конечно, деток услышать и подарить хорошее настроение всей вашей семье. Хотя я могу сказать, что этот вопрос, он связан с родителями, потому что то, о чем мы сейчас у вас будем спрашивать, это связано с нашим с вами детством, дорогие родители. Мы все с удовольствием читали эту книгу, о которой сейчас будет идти речь. Мы загадаем вам загадку, и нужно будет отгадать одного из главных героев известной книги, не будем называть ее, но, в общем-то, в делу. Загадка в стихах. Да. Давай, Кать, по две строчки, давай прочитаем, чтобы был такой поэтический посыл. Мой вопрос совсем нетрудный, он про город изумрудный. Кто там был правитель славный, кто там был волшебник главный? Ну, я думаю, что уже все догадались, сто процентов. Специально делали такой легенький такой вопрос, потому что с утра пораньше нужно постепенно включаться в рабочий процесс и не нужно перенапрягать свой... Другие розыгрыши будут посерьезнее, но, конечно, посложнее. Друзья, дозванивайтесь, пожалуйста, нам. Итак, кто был главным волшебником в изумрудном городе, как я в своем стихотворении? Узнать, узнать мы имя, это вот заветное имя подарит вам два билета на посещение замечательного спектакля актерской студии «Напротив». Как говорили сами актеры, актер с компанией «Напротив», которые недавно были у нас в гостях, это спектакль именно семейный. Он не только для наших малышей, но и для родителей. Это спектакль очень добрый, душевный, красивый. И самое главное, он недолгий, то есть наши малыши не устанут, длится не более 50 минут. Необыкновенное Рождество, 19 февраля в 19.00 пройдет этот спектакль. Итак, друзья, кто был главным волшебником в изумрудном городе? У нас есть звоночек. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Василий. Василий, здрасте. Очень рада вас слышать. Василий, для кого выигрывать будем пытаться билеты? Для внуков. Отлично. Какой же ответ на нашу загадку? Это был Великий Гудвин. Великий Гудвин, совершенно верно. Сколько внукам лет? Внучке 9, внуку 5, младшей внучке годик. Отличный возраст. Всех троих можно вести на замечательный спектакль. Мы вас поздравляем. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Два билета ваши. Два билета ваши. А мы напомним, что замечательная книга «Волшебник изумрудного города», это такая сказка, повесть. Написана она была в 1939 году на основе сказки «Удивительный волшебник из страны ОС». То есть переработана была о Волково. И многие-многие школьники, которые читали эту книгу, были влюблены, конечно же, в маленькую красавицу Элли, которая шла в изумрудный город. Конечно же, все хотели, чтобы была собака Татошка. И все хотели участвовать в этой эпопее, спасать жителей изумрудной страны. Да, действительно, прекрасная книга. Она часть нашего с вами детства. Ну, читайте детям хорошие книги, уважаемые родители. Вспоминайте вместе с ними вот эти чудесные истории. Дарите сказку своим малышам. Посещайте театры. И дозванивайтесь нам, конечно же. Выигрывайте наши подарки, потому что программа «Утрии Эспрессо» делает все для того, чтобы ваше утро было по-настоящему улыбчивым. Ну, мы переходим к самой серьезной рубрике в нашей сегодняшней программе. Рубрика «Философская», рубрика «Сложно». Она называется «Надчеловечики». Смотрим. Стать взрослым ты хочешь? Очень-очень-очень-очень. Я хотела стать взрослым, потому что мне очень... Потому что я хочу очень сильно пойти в школу и заниматься. И уроки учить. Потому что я люблю-любую золослой быть, как мой папа. Он самый сильный. Он даже может сильнее катать. И выше катерку катать. Но зеленая еще выше катает. Даже небо видно. И чтобы я заработала отдельно в кистье сама. Потому что... Интересно. Очень. Сегодня 9 февраля. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1547 году родился Христофор Родзевилл. Военный и государственный деятель Великого княжества Литовского. Участник Ливонской войны. Поддерживал план выбрать королем российского царя Федора Ивановича. И создать государственную унию Польши, княжества и России во главе с Великим княжеством Литовским. В этот же день, в 1895 году, руководитель физического воспитания Вильям Морган изобрел новую игру. Он предложил перебрасывать мяч через теннисную сетку, натянутую на высоте около двух метров. Название игре дал доктор Альфред Холстерд, преподаватель колледжа, волейбол, то есть летающий мяч. 9 февраля в 1901 году родился Виктор Пуганов, генерал-майор, участник боев в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Командовал 22-й танковой дивизией, которая в июне 1941-го сражалась под Кобриным. Пуганов совершил первый танковый таран в истории Великой Отечественной войны. В этот же день, в 1930 году, в Минске предложили оригинальный способ борьбы с пьянством. В здании напротив кинотеатра «Красная звезда», бывшая улица Советская, начала работать первой в городе образцовая чайная с библиотекой, читальным залом и радиоточками с наушниками на каждом столе. 9 февраля в 1973 году в Минске родилась Светлана Богинская, белорусская спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике. Чемпионка Европы среди девушек, а также чемпионка 24-х и 25-х Олимпийских игр. Абсолютная чемпионка мира, чемпионка Европы в многоборье и неоднократная чемпионка СССР. Жить одним днем или думать о будущем? Так звучит наша тема, которую мы будем обсуждать прямо сейчас. История борьбы с социальным иждивенчеством. Эдуард Николаевич Северин, заместитель декана по учебной работе Исторического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина, доцент кафедры политологии и социологии, кандидат политических наук. Сегодня у нас в гостях. Эдуард Николаевич, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, тема сложная, но обсуждается сейчас очень широко в СМИ. Имеет глубокие корни на самом деле? Ну, безусловно. Наверное, нельзя найти в истории конкретной даты, когда началась вот эта система борьбы с социальным иждивенчеством. Называлась она, конечно, безусловно, в различные времена по-разному. В первую очередь, наверное, это формировалось на уровне общественного сознания, на уровне народа. Мы четко можем проследить данные моменты, данные утверждения, наверное, в народном фольклоре. Все мы хорошо знаем выражение «без труда не выловишь рыбки, без труда из пруда, например, у неумелого руки не болят» и так далее и тому подобное. Постепенно данные направления были расширены, безусловно, и за сферу интересов государства. И тут можем привести, например, примеры из истории Великого княжества Литовского, когда не поощрялось, например, бродяжничество, при этом поощрялся высококвалифицированный труд. Высококвалификация навсегда была в почете у государства, у общества. У нас в городах, в том числе в городе Бресе, существовали так называемые цеховые организации. Для того, чтобы получить титул мастера, нужно было пройти очень серьезную, скажем так, систему обучения. Не каждый справлялся, и в итоге нужно было предоставить штуку или шедевр. То есть само слово говорит, насколько высококачественный товар был, чтобы получить титул мастера, иметь право представлять цех, клеймо ставить соответствующее, либо личное клеймо получать и так далее. Именно шедевр. Именно шедевр, да. А те, кто не справлялся и становился, например, вне цеха в организации, их называли портачи. То есть напортачить отсюда слово. Вот какие у нас исторические моменты. Безусловно, государство было заинтересовано и в пополнении государственного бюджета, и в государственной казны. В России в последующем вводится, так называемый, достаточно тяжелый подушный налог, потому что в Великом Княжестве Литовском был подымный налог, то есть на единицу хозяйства, но не на личность. Если рассматривать события 20 века, более новые, свежие, то, например, в Германию в период Первой мировой войны вводится всеобщая трудовая повинность. Подобная система мероприятий практиковалась и в Советской России в период эпохи военного коммунизма. Но вы сами понимаете, что советская идеология была направлена на культивирование человека, труда, на культивирование труда. Это был политико-идеологический момент. Да, это стояло вообще на главе угла всей идеологии. Конечно, конечно. Советская концепция, она неплоха. Если действительно воплотить в жизнь все, что там было придумано и задумано, то, конечно, это было бы достаточно неплохо. Все-таки это социализм, социум, общество, направленное на потребности общества. Можно ли вспомнить, какие были, допустим, не наказания, а, допустим, меры пресечения вот этой борьбы? Или это не для утренней темы? Можно для утренней, постараюсь подать ее достаточно легко. Да, так, не касаясь. В 1936 году вышла Сталинская, так называемая, Конституция СССР. И статья 12 рассматривала право на труд как обязанность и дело чести каждого трудоспособного гражданина. Кто не работает, тот не ест. От каждого по способностям, каждому по труду. Дело чести. Именно оттуда, и, казалось бы, я называю эти выражения, всем достаточно известные, на самом деле они были зафиксированы в статье 12 Конституции Советского Союза. Более того, они плавно перекочевали, именно в данной интерпретации, и в соответствующую статью Конституции БССР 1937 года. Ну, в период Великой Отечественной войны, вы понимаете, весь народ трудился здесь, трудился на благо победы, на благо великой победы над фашистской Германией. Ну, следующий этап связан уже с периодом Никиты Сергеевича Хрущева, достаточно такой интересный правитель, неоднозначный. Ну, тем не менее, 4 мая 1961 года президент Верховного Совета СССР был принят соответствующий указ, направленный на борьбу, на усиление борьбы, как там было, акцентировалось, с лицами, клоняющимися от общественно полезного труда, ведущих общественный образ жизни, в общем-то, паразитизм, как называли. Ну, в последующем слово паразитизм было заменено на слово тунеядство, в общем-то, в обиходе, и здесь данная ситуация, опять же, государство решало ряд вопросов, и вот эти социалистические принципы, от каждого по способности, к каждому по труду, они реализовывались и в дальнейшем. И при этом государство использовало абсолютно все ресурсы, от политических ресурсов до, собственно, ресурсов культуры, политический или политико-правовой ресурс, определенная статья, статья 209 тогда Уголовного кодекса Советских Советских Республик, за уклонение от труда, собственно, если в совокупности человек не работал 4 и более месяца, соответственно, он привлекался к уголовной ответственности. Иные ресурсы, да, поскольку у нас все-таки утро, здесь хочется вспомнить, замечательные советские комедии, в 1965 году была снята известная комедия Гайдая, операции и другие приключения Шурика. Помните, как Шурик, да, воспитывал тунеядца Федю, говорит, да может не надо, надо Федя, надо. Проводи среди меня работу, да, рассказывай. Да, 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 как космические корабли бороздили просторы Большого театра. Ну, смех смехом, на самом деле, это было действительно проблемой? Ну, на самом деле, действительно, вот эти идеологические моменты, они, безусловно, должны решаться силами не только государства, но и общества, в том числе и культуры. Ну, применялись, да, в дальнейшем, безусловно, определенные методы, но, нужно сказать, что касается не только наших территорий. Все, я думаю, знают известную железную леди Маргарет Тэтчер, да, в 1989 году для пополнения казны, для привлечения всех людей к трудовому повинности, вот, и был введен так называемый налог полтекса, ну, или, если говоря, приближенно к нашему языку, это подушный налог. Правда, недолго он продержался, 4 года, но, тем не менее, такая практика была. Каждый гражданин обязан был выплачивать налог государству. То есть, независимо от того платят? Независимо, работает он, не работает, в общем-то, зафиксированы были данные положения, они приобрели общий законодательный статус и, собственно, реализовывалось на уровне правления. Англия тяжело вздохнула. В современном мире как практика вот эта применяется? Вы знаете, большинство современных государств определяет себя как социальное правовое государство. И, безусловно, для реализации, например, первой составляющей социальное государство требуются, в том числе, финансы. Государственный бюджет не пополняется ниоткуда. Нельзя просто включить печатный станок и напечатать деньги. Все направления социальной политики, начиная от финансирования женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, заканчивая финансированием жизнедеятельности социально-юязвимых категорий, безусловно, не требуют материальной составляющей. И, в общем-то, государству необходимы для эти деньги. И у нас подход, в общем-то, солидарный. Мы все совместно, обществом, собираем свои деньги для реализации направлений политики. И, безусловно, это важное направление политики. Как я говорю простыми словами, у нас диалектически даже завязаны эти моменты и с Конституцией. Личность, общество, государство, второй раздел, который посвящен непосредственно, например, правам человека. То есть предусматривается диалектическая взаимосвязь по линии права, гарантии и обязанностей, подчеркиваю, обязанностей, между личностью, обществом и государством. Я как представляю учреждение образования, можно реализовать право на образование, не учаясь. Невозможно. Ну, нет, конечно, да. Можно реализовать право на благоприятную окружающую среду, не сохраняя ее. Право на участие в культурной жизни, не участвуя в культурной жизни. Ну и так далее. Право на труд, не работая. Ну и, как я говорю, что такое социальная политика? Безусловно, она имеет определенную платформу для того, чтобы поставить бутылку молока в холодильник. Нужно, чтобы кто-то ее произвел. Для того, чтобы ее взять оттуда, тоже кто-то должен ее поставить. Либо сам, либо кто-то другой. Просто так ничего не бывает. Что касается иных современных механизмов, то лица, например, в той же Литве, лица, которые находятся на бирже, если они, в общем-то, занимаются какой-то незаконной деятельностью, и не указывают об этом, они снимаются с биржи труда на неопределенный срок. Более того, их заставляют вернуть все социальные выплаты за этот период времени и подвергают достаточно серьезному по европейским, подчеркиваю, меркам штрафу. Это сегодня уже? Это сегодня. Что касается, опять же, нашей очередной соседки близкой, Польши, в Польше существует такая практика, что ежегодно каждый, подчеркиваю, гражданин государства обязан предоставить декларацию об отходах. Неважно, работаешь ты, не работаешь, либо работал ты за рубежом, например, в Германии или в Ирландии. Это обязательно практика существует. То есть, ну, это как бы в определенном мере ответ тем, кто говорит, вот, зачем этот закон введен. Это, в принципе, везде подобные законы имеют место быть. В каждой, естественно, государстве по-разному. В том числе и в государстве, в США, например, заокеанском государстве, там все, что касается налогов, очень и очень серьезно, поверьте мне. Там, казалось бы, вот такие либерализмы и так далее. Но, извините, все, что касается экономического либерализма и соответствия личности и налогов. Если сейчас вернуться к сегодняшнему дню, мы вот такое экскурс в историю совершили, допустим, брать категорию ваших студентов. Как к ним? Какой подход? Ну, со стороны с лицпозиции декрета номер три, здесь подход однозначный. Студенты, обучающиеся на стационаре, то есть на дневной форме обучения, вне зависимости, на платной ли форме, либо на бюджетной форме, они не подлежат уплате соответствующего налога. Что касается студентов заочной формы обучения, ну, тут они подлежат. То есть обучение на заочной форме не снимает. То есть предполагает обучение на заочной форме, предполагает то, что остальное время человек работает, естественно, для чего не нужна заочная форма, правильно? В целом еще вот давайте поговорим о том, чреватой неуплатой или вот это уклонение, скажем так, от такого налога в современной мире сейчас. Ну, на сегодняшний момент, если брать конкретно Республику Беларусь, то, естественно, будут применены определенные 100 санкций. Вплоть до административного ареста сроком на 15 суток. Ну, это не просто отбывание или отсиживание. За этот период времени человек будет привлекаться к общественно полезному труду. Бессловно, он не предусматривает там высокой квалификации. Ну, что-то вроде уборки улиц, учитывая сложную, например, ситуацию со снегом в Бресе, ну и так далее. Спасибо вам огромное за такую интересную информацию. Спасибо, Дорь Николаевич. Удачного дня сегодня. Спасибо. Дорогие друзья, напоминаем, что у нас сегодня в гостях был заместитель декана по учебной работе исторического факультета Бресского государственного университета имени Пушкина, доцент кафедры политологии и социологии, кандидат политических наук Эдуард Сибирин. Еще раз спасибо. Хорошего дня. Что ж, друзья, ну а наш эфир продолжит околиться, узнаем о красивых, интересных местах нашего региона. Очень скоро вернемся в студию прямого эфира. Смотрим. Недалеко от бывшего здания мужской гимназии, ныне одного из корпусов Бресского государственного университета имени Пушкина, есть тихая, красивая улочка. Камерная атмосфера напоминает о гимназическом переулке, но таков Брест-центр города еще хранит в себе память о второй половине 19-го, начале 20-го века. Это и есть та самая улица 9-го января в Бресте. Почему она так называется, к сожалению, знают не все брещане, а дело было так. В январе 1905 года, после неудачной забастовки на Путиловском заводе, именно 9-го января, рабочие мирным шествием двинулись к Николаю II с петиции, которая содержала экономические, а порой даже и политические требования. Но шествие было разогнано, и это событие в историю вошло как кровавое или красное воскресенье. В принципе, оно и послужило толчком к началу первой русской революции. Если пройти немного от этой тихой, аккуратной улочки вперед, вам встретится еще один объект с зимним названием и вполне весенне-летним содержанием. В декабре 2010 года для посетителей открылся ботанический или зимний сад в Бресте, где вы можете окунуться в атмосферу джунглей или даже в пустыне. Между прочим, это не просто приятный досуг. В таком саду вы можете сформировать правильное экологическое мышление. Кстати, зимний сад не только достопримечательность экологическая, но и архитектурная. Отдельное спасибо архитекторам. В 2011 году на международном конкурсе здание было отмечено высокой наградой – хрустальным кирпичом. Оригинальное архитектурное решение незамеченным не осталось. Так что мимо такого здания и пройти приятно, и внутри есть на что посмотреть. Продолжая нордическую тему. Есть в Бресте и аккуратная с частным сектором улочка Северная и даже 8 северных переулков. Между прочим, эта тема не обошла стороной и железную дорогу. За этим северным, практически полярным пейзажем угадывается железнодорожное полотно. Чуть дальше по железной дороге там находится железнодорожная станция с достаточно холодным названием Брест-Северный. Это приграничная, внеклассная грузовая погрузочная станция. Отсюда производится отправка пригородных, а также грузовых поездов и, естественно, разгрузка грузов. Такие вот зимние достопримечательности есть в Южном областном центре. И, кстати, насчет 9 января и современных реалий. С 9 января текущего года в Бресте вновь курсирует маршрутное такси номер 17. Продолжение следует... Продолжение следует... Доброе утро! Доброе ранец! Всем доброе утро! Доброе утро, страна! Всем привет! Доброе утро! Всем здравствуйте! Доброе утро! Всем здравствуйте! Good morning! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро Культурно-просветительская акция состоялась при поддержке посольства Швеции в нашей стране и прошла в кинотеатре Беларусь В малом зале кинотеатра был продемонстрирован художественный фильм «Столетний старик», который вылез в окно И исчез Да, и исчез Даже по названию фильма можно представить, насколько это было интересное произведение А вход был свободным, а после кинопоказа состоялось открытие выставки «Один на один с природой» в фойе кинотеатра Но далее о развитии культурных шведско-белорусских взаимоотношений расскажет наш утренний корреспондент Татьяна Болтвич Про Швецию много чего говорят Там самые высокие в развитых странах налоги и страшно дорогой алкоголь А еще это одна из немногих стран, где можно увидеть дикую природу По оценкам экспертов, в Стокгольме самая чистая в мире вода, поэтому из местных рек и каналов можно смело пить и не бояться превратиться в козленочка В теме экологии шведы-эксперты вот и решили поделиться своими наработками с белорусскими коллегами В Ресте прошел День Швеции, в рамках которого семинар, посвященный теме умных городов Мы делимся, как мы работаем с этим У нас есть много пунктов прикосновения, которые значат, что довольно, ну, относительно, по сравнению с, например, Западной Европой Относительно легко для белоруссии принимать наши примеры Например, с мусора можно вытянуть биогаз Что это сделать с биогазом? Можно из этого сделать топливо, на которое идут автобусы Чтобы снизить число машин на улицах Так, мы здесь решили вопрос, ну, частично решили вопросы мусора, транспорт и воздуха К серьезным вопросам шведы, как выяснилось, подходят с юмором Поэтому и привезли с собой выставку «Один на один с природой» Она разместилась в фойе кинотеатра «Беларусь» Здесь работы, которые стали частью одного проекта шведского института К которому белорусские художники присоединились в 2010 году Чтобы с помощью карандаша и кисточки привлечь внимание к проблеме изменения климата И поразмышлять о роли человека в сохранении окружающей среды Такие проекты, работа с художниками, работа с детьми Они фактически способствуют тому, что мы на каждый один шаг Движаемся ближе к пониманию того, что фактически мы ответственны за те ресурсы Которые нам дарвало наше предыдущее поколение Которые мы должны будем оставить для нашей следующей поколении Впервые в Бресте также показали шведское кино Вниманию зрителей был представлен художественный фильм «Столетний старик», который вылез в окно и исчез Комедия демонстрировалась на языке оригинала Поэтому желающие могли насладиться и прелестью скандинавского языка День Швеции движется дальше по республике Скоро он пройдет в Витебске и Гродно В Бресте же выставка задержится на неделю Продолжаем мы рассказывать о самых актуальных событиях из жизни региона Друзья, несмотря на то, что сейчас очень холодно на улице Для сотрудников предприятия Брестобулгаз настоящая жаркая пора Потому что именно сегодня, как никогда, актуальна тема безопасного использования газового оборудования Связанная именно с погодными условиями Сегодня у нас в гостях главный инженер предприятия Брестобулгаз Владимир Боровенко, доброе утро Здравствуйте Уже сказали о том, что именно зимой эта тема становится наиболее актуальной С чем это связано? Поподробнее расскажите, пожалуйста Ну, тема эта актуальна, она, наверное, всегда То есть и зимой, и весной Редко она теряет актуальность Естественно Но, конечно, в зимний период она более актуальна Потому что люди греются, на улице холодно Работают и котлы, и колонки, и плиты И поэтому, как больше оборудования, больше вопросов возникает Поэтому их надо знать, как с ними работать и их как решать О главных правилах использования безопасного Главное, что безопасного использования газового оборудования Хотелось бы поговорить сейчас Конечно, правила, но они не сложные Ну, во-первых, что допускаются к использованию газового оборудования Есть возрастной ценз, то есть к газовым плитам Работе на газовых плитах допускается с 12 лет А на котлах и газовых колонках с 14 лет Перед тем, как пользоваться газовыми приборами Люди должны пройти инструктаж предприятию газового хозяйства По месту жительства И знать основные правила безопасности Ну, значит, пользоваться надо исправным оборудованием Это безусловно Самому нельзя ремонтировать, переставлять это оборудование Потому что есть определенные нюансы, которые могут сказаться на работе его Ну, нельзя нагружать газопроводы и газовое оборудование посторонними предметами Допустим, сушить белье Нельзя, значит, спать в том помещении, где установлено это газовое оборудование Хотя, понятно, что в межсезонный особенно период люди любят погреться Включенный газовой плитой, иногда даже с кирпичами внутри Ну, это чревато Ну, что себе, даже такое сейчас существует? В духовке, да, ложат кирпичи А, ну это как у бабушек, чтобы сохранялась тепло, еще камни какие-нибудь Камни, кирпичи, но это чревато тем, что все-таки в помещении выделяются продукты сгорания И, скажем так, при плохой работе вентиляции, при закрытой форточке, ну, можно получить некоторые все-таки вред для здоровья этими продуктами Скажите, пожалуйста, как часто... Давай, может быть, кто-то захочет нашему гостю задать вопрос Да, конечно, напомним телефон 21-55-65, телефон студии прямого эфира, дорогие друзья, дозванивайтесь, задавайте вопрос нашему гостю, если вас заинтересует какой-то вопрос И также хотелось бы спросить, Владимир Вениаминович, а как часто проводятся проверки газового оборудования, в том числе газовых колонок, на их исправность, на пригодность, на срок годности? Да, ну, это целая система, она как бы способствует и обслуживанию, ремонт, система технического обслуживания, ремонт способствует продлению долговечности в безопасной работе котлов, колонок и плит Значит, ну, котлы и колонки должны быть проверены один раз в год специализированной организации Причем я подчеркну, что, допустим, котлы, ну, достаточно много котлов обслуживается не только наша организация, а и теми сервисными организациями, которые имеют разрешение на обслуживание Ну, а плиты, они, скажем так, с большей периодичностью проверяются раз в 10 лет А здесь от кого идет инициатива? От человек, который пользуется этим оборудованием или какая-то есть система, что специалисты видят, ага, вот вы этим адресам не проверяли? Как вот складывается ситуация? Ну, система, это, как вы сказали, она не инициативная, а она есть периодичность обслуживания, которая установлена заводом-изготовителем и установлена теми правилами, которые действуют в Республике Беларусь То, что я сказал, это система периодичность, она обязательная То есть, если газовое оборудование не обслужено в указанные сроки, значит, нам подлежит отключение Ну, и есть еще система ремонта То есть, если что-то случается с оборудованием, то, конечно, есть телефон, самый известный это 104 Есть телефоны сервисных служб, по которым абонент может позвонить и сказать, в чем проблемы с котлом, с колонкой и вызвать специалиста для ремонта То есть, двояко так В последнее время появлялась информация о том, что были зафиксированы утечки газа в домах, где установлены газовые колонки Как вести себя в такой ситуации? Как реагируют ваши сотрудники? То есть, вот здесь как налажена работа? Да, к сожалению, в последнее время произошло, в прошлом году произошло несколько таких резонансных несчастных случаев, при которых погибли люди от отравления угарным газом Ну, связано это было с рядом факторов, которые зависят не только от газового оборудования Надо понимать, что газовое оборудование само по себе, ну, в данном случае было исправно, но исправна была система вентиляции и дымоудаления Поэтому дымовым газом некуда было деваться, и они уходили внутрь помещения Поэтому, зная это, вот после этих резонансных случаев особенно, значит, сейчас, во-первых, что рекомендуем мы всем устанавливать датчики на ЦО, то есть на угарный газ То есть, пока что обязательного нет, хотя готовится нормативный документ, изменение в правило, которое будет обязательно, установка датчиков на угарный газ в тех помещениях, где работает колонка или котел Но пока что это еще нет, поэтому мы рекомендуем для того, чтобы... Это как пожарный извещатель, да? Да, совершенно верно, оно и внешне напоминает пожарный извещатель Также работает, то есть там, если в пожарном извещателе стоит датчик на дым, здесь датчик на ЦО И он при наличии ЦО в помещении, ну, так противно пищит и предупреждает человека о том, что что-то неисправно Ну, а в принципе, при, скажем, нестабильной работе газооборудования, при остановке котлов, которые, ну, вот, бывает, что не может запустить человек При утечке газа мы всегда говорим, что есть универсальный телефон 104 И поэтому туда надо позвонить и сообщить о той проблеме, которая возникнет И, значит, приедет аварийно-газовая служба и устранит те неисправности, которые возникают в ходе эксплуатации газового оборудования А вот такой момент, ну, вот мы говорим, в принципе, сейчас о людях, которые постоянно живут в своих домах, либо квартирах Но, допустим, сдаются в наем помещениях, в которых есть газовые колонки Вот как в таких случаях, как-то проводить инструктаж, или чтобы хозяева каким-то образом доносили Что вот, чтобы, ну, допустим, жильцы, наемные, которые снимают жилье, чтобы они тоже не попадали в какие-то ситуации такие неприятные Безусловно, да, человек, который временно снимает квартиру, хоть бы на сутки или там на двое суток, на неделю Должен знать, как пользоваться теми приборами, которые стоят Тем более, что, ну, как бы, плита, ну, это наиболее простой прибор, которым, наверное, все практически, да, как пользоваться А вот котел или колонка, тут есть некоторые нюансы в каждом типе и котла, и колонка, как его разжечь, как смотреть, что необходимо проверить Поэтому, конечно, и те временно проживающие в таких помещениях должны пройти инструктаж По безопасному использованию газовыми приборами предприятия газового хозяйства, управления газового хозяйства по месту жительства Ну и существует, в общем-то, ответственность тех, кто сдает квартиры, она закреплена гражданским кодексом за безопасную эксплуатацию То есть, если они не обеспечили проведение, то в конечном счете виноват хозяин, да, если что-то случается Вот это очень важный момент, нельзя его как-то упускать из вида А какие вот распространенные самые нарушения все-таки вот среди жителей нашего города, области, которые вот чаще всего происходят? Ну, самые распространенные нарушения, которые, к сожалению, надо сказать, приводят к каким-то несчастным случаям, иногда даже к гибели людей Это блокирование автоматики безопасности, то есть в котлах, в колонках есть определенная автоматика, которая отключает их в случае какой-то неисправности Если она срабатывает, то это значит признак того, что уже что-то не так, то есть что-то неисправно Нужно вызывать мастера Ну да, нужно вызывать мастера Ну, скажем так, люди, некоторые люди считают, что они сами достаточно компетентны в этих вопросах И где-то либо блокируют ее, подвязывают кнопку, и в результате, то есть получается, она не срабатывает, и получается либо отравление, либо какие-то несчастные случаи То есть на самом деле такая вот абсурдная ситуация, когда люди сознательно себя подвергают какому-то риску, причем серьезному риску Безусловно С опасностью для жизни и здоровья Скажите, пожалуйста, как ведется замена газового оборудования, то есть есть ли какие-то льготные категории гражданам, которым бесплатно производится она Или может даже самооборудование по каким-то льготам предоставляется Ну, замена газового оборудования, это тоже одно из направлений нашей работы Я хочу сказать, что достаточно активно она ведется, только в прошлом году мы заменили по области более 26 тысяч единиц оборудования То есть достаточно много это Ну, важным фактором является срок службы данного оборудования, он устанавливается заводом-изготовителем И, в принципе, в правилах написано, что по истечении срока службы оборудование должно быть заменено, либо проведена диагностика Наши управления газового хозяйства могут максимум провести диагностику до 20 лет Это максимум срок службы, хотя завод устанавливает порядка от 10 до 12 лет с той же плиты колонки Ну и после этого оно должно быть заменено В принципе, мы всегда гибко подходим к этому вопросу, потому что понимаем, что тут в первую очередь мы не обогащаемся сами А именно обеспечим безопасность наших клиентов Поэтому совместно с нашим брестским предприятием, Гефест, Брестгазоаппарат Нами проводится уже два года акция по замене газовых плит То есть Гефест нам отпускает по сниженным по сравнению с торговой сети ценам И мы самостоятельно по заявке абонента самостоятельно доставляем бесплатно Доставляем, устанавливаем эту газовую плиту Абонент оплачивает непосредственно эту плиту по нижней цене И уже отпадает это, я считаю, тоже очень важно для абонента Доставка и установка Да здорово, отлично, конечно А кто попадает в категорию людей, которые имеют на это право? Ну, значит, у нас нет какой-то льготной категории И для льготных категорий, единственное, мы еще применяем такую форму, как рассрочка оплаты То есть на три месяца, но для особо, скажем так, слоев незащищенных, может быть, до полгода Это все реально Ну и, в общем-то, да, ежемесячный платеж получается достаточно небольшим И как бы мы не кредитуем, мы просто рассрочку, да, без увеличения стоимости предоставляем Куда обращаться людям в случае, если действительно возникли какие-то вопросы? Уже есть техника, которую нужно установить? Насколько это сложный процесс? То есть это неделю надо ждать, две? Или там все очень быстро, и ваши специалисты выезжают там молниеносно, скажем так, на вызов? Ну, молниеносно наши специалисты выезжают на какие-то аварийные вызовы И там, скажем, у нас есть норматив, что в течение пяти минут аварийная бригада выезжает с управления То есть там, конечно, зависит от расстояния, насколько удалено Если у нас определенные, скажем так, объекты удаленные там на 60 километров где-то, то, естественно, пока она прибудет туда, это есть А то, что касается по заявке, допустим, на замену, на ремонт оборудования Это производится в плановом порядке, дается заявка, она фиксируется И в зависимости от очереди, которая существует Мы приезжаем и производим ремонт или замену оборудования Ну, это не такой уж длинный промежуток времени, чтобы о нем говорить Это на следующий день или через день максимум Вот очень здорово Какие-то очень актуальные вопросы, о которых бы хотелось поговорить и напомнить зрителям О важных темах, которые связаны именно с газовым оборудованием Вот еще можем мы что-то сказать? Ну, конечно, конечно Ну, как я уже сказал, что основной темой является нарушение безопасности Это уже не будет возвращаться Замена оборудования К сожалению, также важной темой является и проблемным вопросом для нас Это самостоятельное подключение и отключение оборудования Допустим, это более актуально на жиженом газе с газовыми баллонами Ну, понятно, что иногда газ заканчивается совсем не вовремя Когда это не ждешь И в таком случае, конечно, здорово, когда есть два баллона То есть у нас есть одна баллонная и двухбаллонная установка Но два баллона, это, конечно, сами понимаете, более надежно для наших людей А вот когда один баллон, часто стараются занять у соседа где-то баллон Или что-то еще как-то И в результате, конечно, подсоединение баллона Это тоже, там есть определенные прокладки, определенные уплотнения Которые препятствуют выходу газа Если их, так сказать, не установить, забыть или установить неправильно Происходит утечка газа и в конечном итоге плохо заканчивается То есть, ну, получают какие-то ожоги абонента и горят дома В прошлом году, кстати, было такие несколько случаев То есть даже переключение вот этого баллона, который, допустим, у кого-то есть на даче Да, я думаю, что уже в домах, в городе, наверное, редко такое существует Есть в городе, да, конечно То есть это должен делать специалист? Да, значит, должен делать либо специалист, либо человек, там сам абонент Прошедший обучение на самостоятельную замену баллона Есть у нас такая тоже форма Ну, когда, скажем так, человек не хочет ждать, когда ему привезут А имеет, скажем так, машину Или имеет там сына, дочь, который может привезти баллон Тогда он обучается в предприятии газового хозяйства Там есть программа определенная Самостоятельные замены ему рассказывают Как менять, что ставить, какие есть опасности Как это должно быть правильно сделано И он потом приезжает с пустым баллоном сам Забирает и устанавливает его самостоятельно Ну, это есть такая форма еще Как со временем меняется отношение людей? Стали ли люди более активно проходить вот эти инструктажи, да? Сами переквалифицироваться для того, чтобы научиться своим же оборудованием пользоваться? Не отмахиваются от этой вот необходимости жизненной? Ну, конечно, не отмахиваются Все-таки та вот даже сегодня мы с вами благодарен вам, чтобы пригласили обсудить эту важную тему И постоянно у нас где-то идут и реклама в прессе, и вот выступления на радио, телевидении В школах мы очень активно ведем работу, то есть выезжаем с детками, ведем работу, объясняем им опасности Ну, как бы это будущее Потому что жизнь, она важна Да, да И поэтому, конечно, эта тема, она на слуху И она, эта пропаганда безопасного использования газа в быту И, ну, более актуальна в данном случае в быту и на производстве Она дает свои результаты Конечно, люди проникаются важностью этого Ну, и стараются и менять оборудование И где-то, если что, звонить 104 И знают, как просто в случае, скажем так, какой-то утечки действовать Ну, это очень здорово Мы надеемся, что люди все-таки будут действительно заботиться о себе сами в первую очередь Конечно Будьте бдительными нужно в этой ситуации Спасибо вам большое Спасибо огромное За ту полезную информацию Мы напоминаем и нашим телезрителям То, что сегодня у нас в гостях был главный инженер предприятия «Брест» «Облгаз» Владимир Боровенко Ну, а мы продолжим наш эфир Да, у нас небольшая реклама на телеканале «Беларусь-4 Брест» Не переключайтесь Телерадио компания «Брест» требуется юрист-консульт Обязанности Юридическое сопровождение договорно-правовой деятельности Решение юридических вопросов Введение претензионно-исковой и судебной работы Анализ правовых рисков Введение кадрового делопроизводства в полном объеме Требования Высшее юридическое образование Опыт работы от 5 лет Умение вести одновременно несколько проектов Испытательный срок 3 месяца Резюме присылать по адресу БСТ ТРК Собака Мэйлру Продам дачный участок в садовом товариществе Пролеска Жабенковского района Площадь 5 соток В частной собственности Свет, водопровод 18 километров от Бреста 8 километров от Джабинки Цена 2850 белорусских рублей Телефон МТС 375-29-721-90-25 Такси Сити в Бресте Цена поездки рубль 50 до 1 километра Каждый последующий километр 60 копеек Также оказываем услуги Детское сидение в машине Трезвый водитель Запуск двигателя при севшем аккумуляторе Вызов эвакуатора и грузового такси Во многих машинах бесплатный Wi-Fi и AUX Такси Сити, телефон МТС и Велком 565-4 шестерки Такси сейчас не роскошь К сведению жителей Брестской области По субботам с 9.00 до 12.00 В каждом городском и районном исполнительном комитете Работает прямая телефонная линия Позвонив на которую Можно задать волнующие вопросы Представителю городского районного совета депутатов Или руководству городского районного исполнительного комитета Беларусь 4, Брест Телефон рекламной службы 8 0162 20 35 45 Доброе утро Погода за окном может не радовать Но мы каждый день начинаем с улыбки Чтобы продлить свое хорошее настроение до конца дня Сегодняшний комплекс зарядки Будет направлен на укрепление мышц спины Наиболее важной зоны нашего организма Для этого нам понадобится коврик Мы плавно опускаемся И упражнение начинаем с положения лежа Руки вытягиваем вперед Голову старайтесь не поднимать Так как я сейчас И смотреть немножко вниз Чтобы ваша макушка направлена была именно вперед И поднимаем скрестно Правая рука, левая нога Опустили И поменяли левая рука и правая нога Старайтесь не заваливаться Не помогать себе корпусом Мы идем ровно вверх Выдох вверху И еще раз выдох Выдох Не запрокидывайте голову И до конца не кладите Мы выполняем в нейтральном положении упражнение Если вы разогрелись и чувствуете Что ваши мышцы уже хорошо заработали Вы можете выполнять это движение в усложненном варианте Мы поднимаем и руки, и ноги вверх И выполняем плавающие движения все время на весу Дышите так, как вам удобно Плавно вдох И медленно выдох Выполнение данного упражнения в течение 30 секунд Либо минуты Будет вам вполне достаточно И плавно опустились Второе упражнение мы выполняем на коленях Будут задействованы ваши мышцы стабилизаторы И вы немного больше устанете Из-за того, что вам придется постоянно поддерживать ваше равновесие Начнем упражнение с одной ноги Мышцами пресса вы подтягиваете колено к себе И вытягиваете ногу параллельно полу На вдохе колено к себе На выдохе параллельно полу Наше упражнение мы будем усложнять постепенно Если выполнять упражнение одной ногой для вас слишком просто Вы можете постепенно его усложнять Добавляя другую руку Подтягиваем мышцами пресса колено и локоть к себе Вытягиваем вперед Вдох Выдох Старайтесь очень сильно не прогибать поясницу Держа нейтральный прогиб То есть не вот так А до параллели с полом Вдох Выдох Вдох Выдох Если вы выполнили около 20 повторений Вы задерживаетесь наверху И при условии что этот баланс для вас легкий Добавляем движение в сторону Медленно развели Медленно вернули Снова развели Вернули Выдох Назад Выдох Пресс держим напряженным Стараемся ногу держать максимально высоко на уровне бедра И работать синхронно с рукой И снова после 20 повторений Задержали на несколько секунд Нога в сторону Рука в сторону Мы напрягаем и пресс И спину И ягодичные мышцы Возвращаем Опустили Потянулись назад Когда чувствуете, что вы достаточно отдохнули Возвращаемся и выполняем упражнение с другой ноги К себе Назад Постепенно руку Вперед Задержали баланс Отводим в сторону И задержали в положении Нога и рука в сторону Вернулись Опустили Потянулись назад Здоровая спина Это основа здорового организма И, конечно же, чтобы не болеть в такую погоду Не забывайте про витамины И прием настойки хиноцеи Ваш иммунитет будет здоров Спина будет сильной А вы довольны Думаю, вы не остались равнодушными От этой тренировки, которую проводит очаровательная Юлия Ну, а мы переходим к культурным новостям нашего города Накануне в выставочном зале На Советской состоялся вернисаж Белорусского союза дизайнеров Белорусский плакат Визуальный код Шасу Организатор выставки в Бресте Владимир Скаморощенко Ну, выставку составили более 50 плакатов разных лет Начиная с малоизвестных работ до военного времени И заканчивая произведениями наших современников Белорусский плакат Как национальное художественное достояние Известен и признан за рубежом Благодаря многочисленным победам На престижных международных конкурсах и биеннале Плакаты наших дизайнеров Хранятся в крупнейших музеях и коллекциях мира Ну, специально для выставки в Бресте Было напечатано тысячи открыток Известного дизайнера Владимира Цеслера И на вернисаже все его посетители Могли выбрать себе на память такую открытку Выставка, между прочим, продлится до 22 февраля Поэтому те, кто не успел на открытие У вас еще есть такая возможность Продолжим говорить о творчестве И прямо сейчас репортаж о необычном хобби Каждое дерево в мире рождается дважды Впервые, когда выпрямляет спину ростком Взламывая жемчужницу семечка И снова, когда руки мастера снимают со ствола кору Извлекая наружу не чистую древесину А что-то совершенно конкретное Например, ножку от табуретки Это второй первый раз для дерева И всякий раз первый для Анастасии Ермакович Потому что авторские табуретки не бывают одинаковыми До этого у нас ни одной доски такой свободной в доме не было И гвоздей не было, и шурупов не было, и клея не было Ничего не было, поэтому, да, пришлось все-все-все с нуля И хотелось сделать такую табуретку, глядя на которую, я бы вспоминала про Голландию Вот в этой табуретке, вот именно в форме ее и в цвете Попыталась воплотить свои ощущения от этой страны Природа, тюльпаны, мельницы, свобода Анастасия, вдохновенно изучающая голландский язык Говорит, что голландцы очень похожи на белорусов Только упорнее, поскольку свою землю им пришлось отвоевывать у неумолимого моря Они, конечно, чуть-чуть более безумные В голландском языке такое слово есть, рар Который вот именно странно-безумный, ну слегка Но ведь и порыв молодого культуролога заняться изготовлением мебели При условии, что работать с инструментом до этого в принципе не приходилось Вряд ли можно назвать прагматичным Хотя, почему бы и нет, если заботливый муж всему научит, всегда поддержит и направит Вот так постепенно, освоив ручной инструмент, Анастасия перешла на электрический Первая моя покупка была, это электрический лобзик И это просто победитель номинации покупки года Он отработал себя вообще на ура Время летело, табуретка рождалась за табуреткой Подражая действительности в творчестве, Анастасия создала и эдакий прототип прототипов декорирования И смастерив абстракт сакуру Табурет, который навевает мысли об иероглифах и одновременно цветении вишни И это только один из этапов, большинство из которых впереди Причем не только у самой Анастасии, но и у каждого из нас Ведь главное однажды решиться Могут все, но из-за каких-то внутренних стопоров Из разряда у меня не получится А вдруг не получится А зачем я буду что-то менять, когда и так все более-менее Вот это может стопорить А так надо посидеть, подумать и начинать делать Не научишься бегать, если не будешь бегать Доброе утро еще раз, уважаемые телезрители Напоминаем то, что сегодня 9 февраля на календаре четверг И именно сегодня в мире отмечается Всемирный день стоматолога Как раз таки об инновациях стоматологических клиник региона и особенностях профессии в целом Мы поговорим с нашей гостьей Наша гостья, заведующая первым стоматологическим отделением филиала номер 2 Брестской стоматологической поликлиники Ирина Франсовна Редута Доброе утро, Ирина Франсовна Доброе утро С праздником вас, во-первых, отличного настроения И ваших коллегами поздравляют Вот приятно, когда приходишь, тебя встречает такой стоматолог Улыбающийся, располагающий Вообще, мне кажется, в последнее время действительно люди как-то, скажем, более спокойно, что ли, начали идти к врачу Потому что раньше мне казалось, боже, стоматолог, это ужас действительно Да, почему? Вот какие нововведения сейчас есть в поликлинике? Вот, допустим, вот в вашем отделении Что люди идут просто спокойно и с удовольствием лечить зубы или просто профилактику делать какую-то Мне приятно, что вы заметили, что последнее время, а у меня стаж очень большой И я вижу, как 32 года я в стоматологии Поэтому мне очень приятно, что стоматология очень выросла по своему профессиональному уровню И сейчас идти к стоматологу не страшно Главное вовремя приходить Потому что очень часто пациенты думают, что у них все нормально, если нет боли Но это не показатель Показатель регулярного прихода к стоматологу раз в полгода Рекомендуют все кафедры, рекомендуем мы И тогда пациент будет лишен всех проблем Как в полости рта Так как стоматология является профилактикой всех инфекционных и соматических заболеваний Поэтому этот фактор очень важен И порой стоматолог первый увидит изменения в организме, которые происходят у человека И его нацелит на какое-то дообследование Ирина Александровна, скажите, пожалуйста Как часто, допустим, в течение года нужно обращаться на профилактический прием Приходить к вам, чтобы чувствовать себя нормально На профилактический прием мы рекомендуем раз в полгода Если доктор заметит какие-то проблемы Особенно по слизистым заболеваниям Связанные со связочным аппаратом зуба Где-то другая патология Мы рекомендуем и раз в три-четыре Но это говорит уже сугубо узкий специалист Раз в полгода это тот период, когда необходимо показаться И стоматолог скажет, что все в порядке или надо А вот в этот промежуток Как правильно ухаживать за своими зубами Для того, чтобы действительно раз в полгода ты пришел Не делать что-то, а просто показаться И чтобы тебе сказали, ой, какой ты молодец, все замечательно Во-первых, на каждом приеме, когда человек приходит к специалисту Стоматолог, терапевт, хирург В нашей поликлинике заведено, что он объективно осматривает человека Определяет его индексы, определяет его стоматологический статус И рекомендует, например, ту или иную профгигиену Рекомендует те или иные средства ухода И в зависимости от этого кому-то, может быть, надо какой-то определенный стандарт ухода То есть двухразовая чистка утром и вечером Обязательно, если утром вы спешите Можно где-то согрешить А вечером обязательно на ночь после ужина Использование не только зубных щеток Ёршики, зубные нити Сейчас ассортимент очень велик И хорошо подобранная специалистам паста, рекомендованная индивидуально вам Или это будет лечебная, или это будет профилактическая Или это будет просто семейная общая паста И вы тогда будете лишены всех проблем Отлично, Елена Францовна, а какие вот есть инновации, допустим, в поликлинике? Какие-то, может быть, интересные приборы, которые там распознают Помогают вам в работе, скажем так На сегодняшний день Из последнего, допустим Из последнего Вводят уже работу с оптическими приборами Мы об этом мечтаем И я думаю, что в планах закупок У нас очень много планов в поликлинике И я думаю, это все осуществится Это помогает доктору зрительно увидеть В планах закупка лазерных установок Которые помогут без боли Много сейчас говорят о знаменитой рентгенотомографии Что это такое? У вас есть такое? Или это же в планах пока? Это в планах 3D-диагностика компьютерная Она на всех уровнях видит все аномалии зубочерестной системы Помогает доктору составить план Поговорить с пациентом о его вопросах То есть в скором времени, я так понимаю, что поход стоматологу будет не только не страшным Но еще и интересным Пойти посмотреть Гикольное приключение целое Интересно Вы более 37 лет в профессии Во-первых, интересно, как вы пришли Почему вы решили стать стоматологом? Как так сложилось? Мечтали ли со школы? Или это, может быть, пришло немножко позже? Как это произошло? Ну, как-то, наверное, в школьное время Я как-то себя ловила на мысли Думаю, почему я пришла в стоматологию? Очень регулярно родители меня водили И мне нравилась вот эта скрупулезная работа Вот эта точность Вот это где-то на сегодняшний день это еще и художественный подход Это творческий Да, это творчество Это напряженность ума Это физическая нагрузка большая Как-то вот так сложилось Хотя в наше время стоматология была не популярна Она шла где-то там в средних уровнях даже по поступлению по баллам В отличие от сегодняшнего дня На сегодняшний день Во главе угла, да? Да, на сегодняшний день Самый высокий проходной балл при поступлении И тот, кто собирается поступать Это, конечно, надо задуматься и хорошо готовиться То есть самый высокий пропускной балл То есть это самая востребованная медицинская профессия на сегодняшний момент, да? Да, на сегодняшний момент Я думаю, что нас смотрят и родители будущих абитуриентов Будущих выпускников, которые выпускаются в этом году И, возможно, хотят пойти Что можете посоветовать нашим молодым ребятам, девчонкам Которые хотели бы связать свою жизнь со стоматологией? Ну, во-первых, самим хорошо готовиться Знания Здесь нужна и физика, и математика, и логика, и художественный подход То есть помимо, собственно, специальных знаний, да? Мне кажется, что еще и должен быть психологом стоматолог Потому что у людей все равно есть подсознательный страх Даже если тебе не больно, люди вжимаются в кресло И как-то нужно отвлекать Очень важно расположить пациента Смотивировать Потому что кто-то приходит со своими мыслями И диктует доктору Мы находим варианты, как преподнести ту или иную проблему Поставить перед ним задачу И вместе помочь ему решить Потому что иногда Бывают такие конфликтные ситуации Даже так Бывают Как вы вообще можете охарактеризовать На сегодняшний момент состояние своих пациентов Понятно, что человек, который регулярно ходит У него все хорошо Но вот если в целом картину смотреть Вот брещан, да? Как бы брещан в зубы, скажем так? Хочу сказать В целом В целом средний уровень Средний И что приятно отметить Молодое поколение Очень заботится О эстетике Внешнее Расположение зубов Мы даже готовим Клинического ординатора Для того, чтобы В своем учреждении Проводить ортодонтическое лечение У взрослых и у детей То есть Как бы на сегодняшний момент Может быть недостаточно Очень много востребована Эта проблема Поэтому Хорошие сейчас анестетики И люди не боятся Люди идут Люди хотят Есть, конечно, уровень Это уже единицы Это небольшой процент Который приходит Уже в запущенном случае Когда только болит И когда уже Ну, помогаем Ортопедически Вы в основном Работаете со взрослыми Но очень много Сейчас говорят о том Что наши детки Уже там даже Молочные зубы У них все черные Кариес Кариес помолодел Так ли это? Это действительно так? Да Порой вот это Питание Очень много сладостей Очень много Много возможностей сладостей Да, сейчас И пища стала более Такая Ее назвать Можно Рафинированная То есть Не грубая Наши предки Они более грубую Ели едой Более натуральную Сейчас много Переработанных Много Химии определенных Ну есть Не везде Но в некоторых Конечно же И поэтому Это конечно же Сказывается На патологии Зубочелесной Системы деток И мы уже К нам приходят Беременные Женщины Мы с ними работаем Мы уже Говорим На какой стадии Что мы можем провести И в дальнейшем Даже Мотивируем На то Чтобы они смотрели За ребенком Потому что У грудных детей Оказывается Тоже надо Ухаживать За полостью рта О чем В наше время Как бы Не говорили Не говорили Очень серьезно Что ж Ну к сожалению Премия эфира У нас конечно Ограничено У вас сейчас есть Возможность Поздравить своих коллег Вот что бы вы пожелали Да мы присоедуемся Потом Сталатолога Брестской области Очень приятно Что есть такие Праздники Когда мы можем Друг друга поздравить И Мне очень радостно Что Армия Моих коллег Друзей По городу Брест Очень большая Всех я поздравляю И На сегодняшний день Я желаю Наверное Стабильности Благополучия Мира В профессиональной деятельности Удовлетворения От своей работы Чтобы человек Радовался Тому что производит И конечно побед Побед на своем поприще Спасибо огромное Мы присоединяемся Ко всем этим словам Добрым Поздравляем Всех стоматологов Всех замечательных Специалистов Мастеров Своего дела Желаем вам Всего самого Самого лучшего С праздником вас С праздником Ну и кстати Тема вот эта Праздничная У нас продолжается В следующем сюжете Внимательно посмотрим Очень скоро Вернемся В студию Пожалуй Не существует Человека Который бы Никогда не обращался За помощью К этому чудо-врачу Будь это Избавление От боли Или же Обычный Профилактический Осмотр Именно эти Специалисты Становятся Своеобразными Зубными Феями Для маленьких Детей И порой Настоящими Волшебниками Для взрослых Они Врачи-стоматологи Которые Сегодня Во всем мире Отмечают Свой профессиональный Праздник Многие из них Именно в этот день Вспоминают Как пришли В профессию И смогли Сделать ее Настоящим Хобби Проблема Выбора Профессии Для меня Не стояла Никогда Я с детства Хотела быть врачом И как бы Шла к этой цели Поэтому После окончания Школы Поступила В медицинский Институт Благополучно Его закончила И начала Работать Врачом Стоматологом Терапевтом У вас может быть Кто-то из родных Нет родные У меня родители У меня инженеры Но они тоже Очень хотели Чтобы я была доктором Ну за что Конечно Им тоже очень Признательно Благодарна Окончив университет Юлия Равнова С большим энтузиазмом Заняла место Стоматолога В одной из поликлиник Бреста Однако с первых дней Столкнулась С боязнью Воплотить Всю полученную Теорию На практике Будучи студенткой Там конечно Все было Гораздо проще Потому что Все в основном Идет теория Практики Практики Совсем мало Но когда закончила Институт Пришла мне Казалось Что все знаю Все умею Но на самом деле Конечно Ну мне всегда Хотелось быть врачом Мне всегда Это нравилось Поэтому Как-то Я не Не сомневалась Что все должно Получиться И получилось Вот уже 13 лет Юлия каждый день Приходит на работу С радостью Ее узнают Пациенты И смело Отдают Свою голливудскую Улыбку В руки Настоящего Профессионала И заслугой Тому стало Не только Ее трудолюбие Но и психологическая Поддержка Зубного мастера Как правило Все Большинство Пациентов Они очень боятся Стоматолога С детства И в связи с этим Имеет В будущем Наверное Массу проблем Как со своим здоровьем Так и самореализацией Поэтому Мы наверное Должны быть Еще и психологами То есть тонко чувствовать человека Стараться его как-то успокоить Поговорить Чтобы он в этом кресле Чувствовал себя комфортно Хотя сейчас Стоматология на довольно высоком уровне И все стоматологические манипуляции Можно обезболивать Но как правильно Каждому пациенту Это индивидуальный подход Со всеми разговариваем И стараемся Чтобы все конечно Были довольны Счастливы Уходили от нас В хорошем Расположении духа И хотели еще раз К нам вернуться Искусство лечения зубов Существует Многие столетия Столько Сколько существует Человечество Когда-то зубную боль Заговаривали колдуны И знахари Сегодня Мы не полагаемся На волю магии И высших сил Отдаемся в руки Врачей-стоматологов Ведь именно Благодаря их работе Мы можем смотреть На этот мир С улыбкой Дорогие коллеги Поздравляю вас С нашим профессиональным праздником Желаю вам Всего самого хорошего Желаю вам хороших пациентов Успехов в работе Благополучия Всего самого доброго Будьте здоровы Будьте счастливы Сегодня 9 февраля И вот какими событиями Ознаменован день сегодняшний В 1547 году Родился Христофор Родзевилл Военный и государственный деятель Великого княжества Литовского Участник Ливонской войны Поддерживал план Выбрать королем Российского царя Федора Ивановича И создать Государственную унию Польши Княжества И России Во главе с Великим княжеством Литовским В этот же день В 1895 году Руководитель физического Воспитания Вильям Морган Изобрел новую игру Он предложил Перебрасывать мяч Через теннисную сетку Натянутую на высоте Около 2 метров Название игре Дал доктор Альфред Холстед Преподаватель колледжа Волейбол То есть летающий мяч 9 февраля В 1901 году Родился Виктор Пуганов Генерал-майор Участник боев В Беларуси В годы Великой Отечественной войны Командовал 22-й танковой дивизией Которая в июне 41-го Сражалась Под Кобриным Пуганов Совершил Первый танковый таран В истории Великой Отечественной войны В этот же день В 1930 году В Минске Предложили оригинальный способ борьбы с пьянством В здании Напротив кинотеатра Красная звезда Бывшая улица Советская Начала работать Первая в городе Образцовая чайная С библиотекой Читальным залом И радиоточками С наушниками На каждом столе 9 февраля В 1973 году В Минске Родилась Светлана Богинская Белорусская спортсменка Заслуженный Мастер спорта СССР По спортивной гимнастике Чемпионка Европы Среди девушек А также чемпионка 24-х и 25-х Олимпийских игр Абсолютная чемпионка мира Чемпионка Европы В многоборье И неоднократная Чемпионка СССР Доброе утро, Брест Доброе утро Всем привет Доброе утро Здравствуйте Доброе утро, Брест Доброе утро Всем привет Доброе утро Доброе утро, любимая моя Доброе утро Доброе утро, страна Всем доброе утро! Будем дарить замечательный подарок. 21 55 65. Напоминаем телефон студии прямого эфира. Но мы любим своих телезрителей, поэтому не будем спрашивать серьезных, очень сложных вопросов. Расскажи вначале, что дарим? Значит, 11 февраля в общественно-культурном центре пройдет юбилейный концерт Святослава Ещенко. Вы видите на ваших экранах пригласительный билет на две персоны. Начнется он в 18.00. Это юбилейный концерт. И мы хотим узнать, в каком городе родился все-таки Святослав Ещенко. Все-таки перешил это сделать, да? Ну, дело все в том, что мы хотели спросить, сколько лет ему, но вот на пригласителе мой ярко написано было это, поэтому мы... Ну ладно, хорошо, хорошо, да. Все-таки в каком городе родился Святослав Ещенко? 45 лет артисту и вот такой юбилейный концерт, тур у него по городам Беларуси в том числе. Я думаю, что люди, которые вот любят юмор тех лет, они вот будут просто в восторге. Да, в Воронеже, кстати, много юмористов. Родилось еще, допустим... Дозванивайтесь, друзья, выигрывайте. Пригласительный. Игорь уже подсказал, в каком городе он родился, но мы будем задавать еще один картерный вопрос. Возможно, никто не услышал, да? Может быть, не поняли. В этом городе, о котором я постарался сказать, родился еще один юморист, его зовут Руслан Белый, тоже очень интересный представитель жанра юмора. Итак, в каком городе родился Святослав Ещенко? Уже 11 февраля, то есть уже в ближайшую субботу, в 18 минуты. Есть звонок у нас. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Алла. Алла, здравствуйте. Алла, вам нравится творчество Ещенко? Да, очень нравится. Вы были когда-нибудь у него на концертах? На концертах нет, но... У вас есть никакая возможность побывать. В каком городе родился Святослав? Ну, благодаря вам. В общем, я уже услышала, что в Воронеже. В Воронеже. Совершенно верно. Вот так вот, Игорь, очередной раз подчеркивает то, что программа «Утрин-экспрессо» очень любит своих телезрителей. Мы, собственно, даже... Спасибо за очередной раз. Да, спасибо за очередной раз. Мы просто дарим вам этот пригласитель за то, что вы дозвонились. Надеемся, что вы будете смотреть программу «Утрин-экспрессо» каждый будний день. У вас есть возможность передать привет или поздравить с чем-нибудь вообще Брест, Брестскую область? Или ваших близких? Всех. Во-первых, всем доброе утро. Всем, кто на работе, кто собирается на работу. Ну, я вот смотрю, снег идет за окном. Как пел у нас. Крепитесь, люди. Скоро лето. Спасибо. Спасибо вам большое. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Вам расскажут, как забрать ваш подарок. Кто не успел дозвониться, завтра также будем разыгрывать еще один билет на концерт. На две персоны, между прочим. Да, на две персоны. Напоминаю, что 11 февраля в ОКЦ в 18.00 пройдет юбилейный концерт этого замечательного артиста. Но еще хочется сказать нашим телезрителям, что это не последний розыгрыш в нашем сегодняшнем эфире. Очень скоро к нам присоединится просто замечательный гость, который обязательно заставит вас всех улыбаться. Мы ждем вас и прервемся буквально... Почему прервемся? Продолжим наш эфир отличным рубрикой, которая тоже дарит нам позитив. И улыбки. И улыбки. Стать взрослым. Ты хочешь? Очень-очень-очень-очень. Я хотел остаться взрослым, потому что мне очень... Потому что я хочу очень сильно пойти в школу и заниматься. И уроки учить. Потому что я люблю золослой быть, как мой папа. Он самый сильный. Он даже может сильнее катать. И выше качельку катать. Но зеленая еще выше катает. Даже небо видно. Ну, чтобы... Я... Я... Чтобы я заработала денежки сама. Потому что... Интересно, очень. В Бресте строится отель всемирно известной сети «Хилтон». Он возводится недалеко от Брестской крепости, на одной из главных улиц города, в Варшавском шоссе. Местоположение гостиницы очень выгодное. Это будет уже третий объект «Хилтон», находящийся в Беларуси, сообщает Заря. В Бресте впервые в Беларуси реализуют концепцию «умный город» на примере шведской модели «Симбио Сити». Первые шаги по запуску пилотного проекта экологически привлекательного города сделаны 7-8 февраля во время семинара тренинга, посвященного внедрению шведского опыта, сообщает Заря. Еще в 2015 году 20-летний брещанин за вождение в нетрезвом виде был лишен прав. Но, тем не менее, украл ключи от служебного автомобиля и попал в ДТП. Теперь ему придется отвечать по всей строгости закона. Помимо штрафа, Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает до 5 лет лишения свободы. Подробности в газете «Заря». С выходом декрета номер 3 о предупреждении социального иждивенчества стало появляться немало вопросов. Брещане часто обращаются с просьбой разъяснить его нюансы. Как работает закон в Брестском Вестнике, рассказывает начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по московскому району Бреста Игорь Ласкович. В прошлом году правоохранительным органам города удалось снизить коэффициент преступности более чем на 12%. О том, какие меры позволили достигнуть этих результатов, Брестскому Вестнику рассказал прокурор Бреста Андрей Володько. Жительница Брестского района, имея хорошее образование и незаурядный опыт, работая в одной из фирм города, совершила хищение в особо крупном размере. Афера раскрылась совершенно случайно. Подробности узнаете из Брестского Вестника. Быть активнее, смелее идти к молодежи призвали воинов-интернационалистов во время отчетного выборного собрания в Брестском районном общественном отделении «Белорусский союз ветеранов войны» в Афганистане. Отдельное внимание уделено проблемам, с которыми сталкиваются сегодня афганцы. Подробнее об этом читайте в «Заре над Богом». В этом же номере можно прочитать и об удивительном мире славянских кукол-мотенок, о многообразии этих обережных кукол. Для каких целей они применяются и как изготавливаются, читайте в очередном выпуске «Заре над Богом». Недавно в агрогородке Моховец прошел второй этап консультативно-образовательной акции «Мой выбор – жить с позитивом». Как приобщались школьники и их родители к идеям здорового образа жизни и заряжались позитивным настроем, расскажет газета «Заре над Богом». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Субтитры подогнал «Симон» «Заре над Богом» Продолжаем нашу программу, дорогие друзья, в хорошем настроении, с чувством юмора. Близится весна и 8 марта в областном общественно-культурном центре пройдет музыкальный спектакль «Служебный роман-2017». И у нас сегодня в гостях один из участников проекта, артист оригинального жанра, победитель республиканской премии «Выбор года» в номинации артиста оригинального жанра Николай Колосей. Коля, доброе утро. Доброе утро. Сразу же хотелось бы спросить, каково оно, а премия явно в начале про утро, каково оно так рано вставать? Я бы задал этот же вопрос вам, потому что вы герои. Мы пораньше. Ну, сегодня, кстати, я ехал к вам на съемки, и я просто вот наслаждался, потому что у вас тут снег идет, и на улице тоже очень красивый снег. Действительно, красота. Зима просто вот сказочная, я называю прямо с открытки. Здорово. Ну, теперь про премию. Коль, про премию расскажи, пожалуйста. Это выбор 2016 года, да? Было много, наверное, номинантов? Это вся республика? Да, участвовали артисты из всей республики, и я не верил, что в этом году у меня получится там взять какое-то звание, потому что в прошлом году я тоже победил. Ты опять же взял, да? И опять же победитель. Совершенно верно. Я два раза уже подряд становлюсь лучшим артистом оригинального жанра Белоруссии. Брест, все ради вас. Просто вот интересно, как вот этот отбор проходит? То есть надо было представить какую-то программу, или это просто письменная заявка, и уже там отслеживалось ваше творчество? Было голосование. Это в интернете было, или как это все делалось? Совершенно верно. Оргкомитет. Честно, не знаю, как выбирали. Ну, то есть там какое-то голосование шло, там... Нашим телезрителям, то что это как раз-таки тот самый выбор года, где в других номинациях участвуют крупнейшие предприятия, в том числе нашего региона. Совершенно верно. И я, насколько я знаю, в Бреста тоже есть предприятия, которые взяли... То есть предприятия, артисты, какие-то издания, и ты уже дважды становишься выбором. Ты ощущаешь значимость вообще? Да, я ощущаю значимость, каким человеком мы рядом сейчас находимся. Класс, Коля, просто поздравляем. Да, мы поздравляем, конечно же. Хотел взять с собой вот этот диплом, я обычно его ношу с собой. И это же не процессовать, правда? Ну, никак. Я слышал, когда идет голосование, что ты можешь поголосовать только один раз, потом уже больше ты не можешь это сделать, да? С одного номера, либо с одного аккаунта. Класс, здорово. Так что очень здорово. Мы надеемся, что и в третьем году вы возьмете, в следующем году возьмете третью премию, придете к нам уже с дипломами, и тогда мы сможем все это показать. Ну вот мне очень любопытно, служебный роман. Наши телезрители обратили внимание, что, кстати, мы разыгрываем как раз-таки чудный билет на вот это мероприятие. Меня сложно узнать. Музыкальный спектакль. Я думаю, что именно в этом образе вас больше всего и знают, правильно? Музыкальный спектакль. Почему стоит посетить это мероприятие? Что это вообще за вот такое вот действие будет? Потому что это грандиозный проект. Грандиозный проект, мне кажется, для города. Это мой любимый проект лично для меня. Сначала я к нему очень скептически относился. А потом был спектакль, вот, и в конце овации, и после этого просмотр, когда мы все участники сделали просмотр, разбор полета, и влюбились, наверное, в этот проект. Это весело, это с хорошим юмором, это музыкально, это по-доброму. Ну, это все то, что должно быть в жизни. Праздничное. Ну, если я не ошибаюсь, уже как-то открывали немножко такие секреты. Первый раз думали, что это будет одноразовый проект, да, а потом вот как-то зарядились и поняли, что нужно идти дальше. В этом году будет показ. Три. Три спектакля. Три спектакля. А в следующем году тоже какие-то будут движения? В следующем десять. Десять, это вот так вот сейчас, с легкой руки. Да, в прогрессе оно все движется. Я просто добавлю, парик, который был изготовлен для образа, его сделали на скорую руку, потому что было задумано, что это будет один проект, один спектакль, и на этом все закончится. Да, благополучно этот парик уже был в нескольких проектах и еще проживет. Ну, вот на скорую руку, но с душой и качественно, значит, сделали. Нашим телезрителям скажем, да, что мы можем разыграть билет на две персоны на этот замечательный спектакль. Я предлагаю вопрос, где родился Ещенко? Где родился Ещенко, кстати? Про Воронеж спросим, конечно. Где в Воронеже родился Савислав Ещенко? На самом деле, очень логичный у нас в этот раз вопрос, и, надеемся, мы не будем подсказывать ответы. А покажите, пожалуйста, наш... Служебный роман, ну, все знают это название по одновременному советскому фильму. Вот в каком году Рязанов снял этот фильм, мы хотим узнать. Поэтому дозванивайтесь, называйте этот год, выигрывайте билет. И я уверена, вот этот праздник будет действительно просто встречен с массой впечатлений положительных. Да, несмотря на то, что музыкальный спектакль к фильму не имеет никакого отношения, кроме разве что названия, да, мы решили все-таки прикоснуться к любимому, к любимому многими фильму служебный роман. Да, в каком году Рязанов снял это свое произведение, это полотно, это вообще фильм, который можно смотреть постоянно, правда? Какие-то вот, я не знаю, фишки, связанные с подготовкой этого проекта? Ну, все ведь люди творческие, у всех концерты, никто же не сидит и только не работает над этим материалом. Вообще сложно вот в такой группе творческих людей работать? Приятно, что творческие и действительно талантливые люди работают, мне кажется, это лучшие вообще артисты Бреста. В принципе, в Лакли заняты. Даже не еще спорить. У нас звонок. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Надежда я. Надежда, здравствуйте. Как настроение у вас, Надежда? Хорошая, отличная зима. На работу собираетесь или дома, может быть? Нет, я в декретном с дочкой. Шикарно. Тогда просто вообще, 100% вам обязательно нужно попасть на замечательное представление, вот этот музыкальный спектакль, служебный роман. В каком году был одноименный фильм снят? В 1977 году. Все верно. Правильно, все верно. Надежда поздравляем. Отлично, мы вас поздравляем. Оставайтесь, пожалуйста, на связи, вам расскажут, как забрать ваш пригласительный. Да, мы две персоны, и будем рады видеть вас на этом музыкальном спектакле. Неужели не происходит никогда каких-то конфликтов при подготовке или каких-то таких вот смешных моментов? Мне кажется, всегда так. Любой продукт, он так и рождается в спорах. Только так. И первоначальный сценарий музыкального спектакля, он отличается уже от конечного. Как, наверное, и любой, правда? Как любой фильм, как любой проект. А в процессе импровизации на сцене есть, да? И все друг под друга подстраиваются от этого? Причем, как рождаются сценарии во время репетиций, бывают случайные реплики, они потом становятся частью сценария. Или что-то, наоборот, вычеркивается, когда провисает. Совершенно верно. Хорошо. Помимо служебного романа, который состоит с 8 марта, какие планы на ближайшее будущее или вообще на год, на весну? Что вот самое интересное сейчас в твоей жизни? У меня сейчас несколько проектов, и они совершенно разные, и у меня просто взрывается мозг. Про ближайшее расскажи. Ну, если вот немножечко туда подальше, это будет 1-2 марта, я в Минске участвую, 1 марта в спектакле. Нет, наверное, это концерт, о чем поют мужчины. Я буду, опять же, в том же, ну, не в образе Веры Николаевны, в образе другой Веры. Я буду ведущей этого праздничного концерта. 2-го марта, ой, опять же, вот тот самый парик Веры Николаевны, он для меня, наверное, надолго останется в моей жизни. У меня будет еще одна роль в музыкальном спектакле «Гаремные сказки» Шехерезада. Очень любопытно, так даже неожиданно. А где это будет? Это будет Театр молодежной эстрады в Минске. Ну, а 14 февраля самый красивый праздник весны, первый, я бы сказал так, праздник весны. Да, предвестник. Предвестник, вот, совершенно верно. День влюбленных, и я хочу пригласить всех, всех, всех влюбленных, всех тех, кто находится в статусе жениха и невесты, 14 февраля отпраздновать этот день в ресторане «Бук». Я вам объясню, почему. То, что там будет проходить. Рассказываю. Во-первых, там будет шикарная вечеринка, там будет весело, там будет много подарков, там очень много будет подарочных сертификатов, но самое главное, самое главное, как раз-таки именно на этой вечеринке будет происходить кастинг, региональный кастинг на свадебный квест, который пройдет в Минске в конце февраля, и супер-приз – это свадебное путешествие на Кипр. Круто! Ничего себе! Это в Буге 14 февраля. 14 февраля. Шикарная. Фонд свободный, главная статус жениха и невесты. В конечном итоге главное, чтобы поженились, да, чтобы уехать. Надо быстренько-быстренько развестись, потом, да, притянуваю, да. У меня были комментарии, когда люди писали, блин, поспешили, мы вот-вот, надо было чуть подождать. Да, то бы уже. Кто знает, может быть, вот бы свадьба закончилась сразу. Мы полетели. Коля, скажи, пожалуйста, ну вот, допустим, когда ты в спектакле в образе Веры Николаевны, когда там в сказках Шахерезады ты в другом образе, это образы женские, то есть ты артист регионального жанра, артист-пародист. Когда ты приходишь вот просто в своем обычном виде, конечно, очень сложно тебя связать с твоими персонажами. У нас просьба, от которой ты можешь отказаться, конечно, сейчас. Мы попросим, чтобы тебя было не видно, можешь ли ты вот именно голосом своего персонажа чего-нибудь пожелать нашим телезрителям или что-нибудь сказать, пригласить, допустим, вот на какое-то свое мероприятие. Вот это загнул, вот это загнул. Если нет, то нет. Давайте, пускай все остается на спектакле. Интригу. Хорошо, все, отлично. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз мы хотим представить вам нашего гостя. Спасибо вам, кстати, за звонки, за то, что, ну, кто смог дозвониться, тот получил свой подарок. Вот, кстати, скажем, что билеты на служебный роман мы планируем разыгрывать каждый четверг. А у нас сегодня в гостях победитель республиканской премии, дважды уже победитель республиканской премии «Выбор года» в номинации «Артист оригинального жанра Николай Колосей». Мы приглашаем вас 8 марта на служебный роман, а 14 февраля на региональный кастинг «Молодоженов». Свадебный квест. Свадебный квест. Свадебный квест. Еще раз поздравляемся, ты вообще просто феноменальный, на мой взгляд, награды. Еще второй раз подряд. Это просто, ну, доказательство, действительно, мастерства. Мастерства, таланта и... И просто нет слов, да. А я поздравляю всех с наступающим праздником всех влюбленных. Спасибо огромное. Об душе. Удачного вам дня сегодня. Друзья, мы продолжим. У нас по плану вообще спортивная страничка в утреннем «Эспрессо», поэтому именно к ней обратились. Кстати, не зря спортивная страничка у нас, она имеет прямое отношение, потому что Николай, помимо того, что он артист, он еще и постоянно в тонусе, да, Коля? То есть спорт за часть твоей жизни. Провести зарядку. Это будет нашим следующим, да, у нас есть фитнес-тренер, но я думаю, что в скором времени мы обратимся, чтобы это было не только полезно, но и смешно. Замечательно, спасибо. Ну, тогда спортивная страница все-таки в утреннем «Эспрессо». Спасибо. То, что мы дома, не как дома, а дома, это я могу сказать 100%. Здесь наша квартира, чего нет, чего уже нет в России. У жены работа, у сына занятия, у дочки школа. Поэтому на сегодняшний день наш дом – это Брест. В далеком 2004 году Андрей Мочилов подписал первый контракт с БГК имени Мешкова. Город над Бугом, как оказалось, стал ключевым пунктом в его гонбольной карьере. К нему сюда переехала жена Наталья с сыном Максимом. Чуть позже, здесь, в Бресте, родилась дочь Дарья. Они поняли, это их город. Андрею оставалось просто играть. Я ни разу не пожалел о том, что я подписал контракт с Брестом. Хотя изначально мы с семьей ехали, думали, что, ну, два года максимум, что мы здесь задержимся, дальше поедем куда-то дальше. То вот за эти 12 лет Брест преобразился до неузнаваемости. Тогда и сейчас это разные города, мое мнение совсем. Брест вообще, как бы, мне полюбился в общем и целом. Тишина и спокойствие. В принципе, я сама по натуре очень спокойная. И для меня вот эта вот самая важная, наверное, была деталь, что нет толкоты, суеты. Можно везде прогуляться, дойти, куда тебе нужно, пешком. Транспорт ходит, конечно, регулярно, но вот я люблю гулять пешком. И вот этой тишиной наслаждаешься. После шумного миллионного Воронежа мне было здесь очень комфортно. За шесть лет игры в составе мешковцев гонболист установил немало громких рекордов, достойно войдя в историю Брестского ручного мяча. 1293 заброшенных мяча, 212 из них в Лиге чемпионов. Но свои достижения Андрей оценивает скромно. Говорит, что все в руках самого игрока. Не знаю, в чем секрет. Есть такая, наверное, стабильность, признак мастерства. Вот, наверное, всегда от игрока, наверное, нужно требовать стабильность, чтобы, ну, есть какая-то определенная планка, если ты ее поднял, то стараться не опускаться ниже. Ты можешь быть чуть выше, но ниже этой планки ты не должен опускаться. Я очень часто брал на себя инициативу, где-то старался обыгрывать, старался пролезть, как-то индивидуально решить моменты. Может быть, на тот момент это помогало, где-то стать лучшим бомбардиром. Андрей и Наталья учились в одной школе в Кольчугино, в России. Они долго встречались перед тем, как молодой гонболист решился сделать девушке предложение руки и сердца. Но Наталья всегда знала, что Андрей – ее судьба. Думаю, конфетный букетный период у нас затянулся, наверное, лет на пять. Ну да. А предложение, как обычно, любимая, выходи за меня замуж. Я тебя очень люблю. Сюрпризы устраивать – это не конек моего мужа. Я же говорю, стабильность – признак мастерства во всем. Стабильность должна быть во всем. Не знаю, не представляю себе жизнь без… Вернее, своего мужа без гонбола. Это часть, причем, наверное, неотъемлемая часть нашей жизни. И не 15 лет, а гораздо больше. Ну, папа очень мой лучший, самый любимый. Он красивый, мужественный, сильный. Любит меня очень сильно. Уже второй сезон Андрей Мочилов возглавляет молодежку Брестского клуба. Он старается передать свой опыт перспективным игрокам. В нынешнем составе БГК-2 играет и его сын Максим. Парень признается, что папа на тренировках в меру строгий, но справедливый. На площадке он более такой эмоциональный. От дома, ну, как бы спокойный человек. И все равно, как бы, он для меня, именно в Виктории, на площадке – это один человек, а от дома – это уже совсем другое. Не очень разная у нас техника. То есть, очень много моментов я взял с его игры. Ну, и своего что-то лично от себя добавлял, но это чисто в маленьком плане. Это не сильно заметно. К2 – это как раз та команда, где еще надо успевать развиваться. А чтобы перейти куда-то дальше, на какой-то уровень выше, надо сначала развить самого себя в плане гонбольной игры. Я хочу, чтобы он был лучше. Чтобы он стал лучше меня и достиг каких-то высот, наверное. Ему достается больше, конечно, больше, чем остальным. И ему тяжело, наверное, и мне тяжело. Но при этом я стараюсь как-то умом понимать, что, ну, в первую очередь, на площадке он не мой сын, а он игрок такой же, как и все остальные ребята. Вот такая она – семья Мочеловых. Семья, где гонбол – неотъемлемая часть жизни. С общими печалями, радостями и победами. Телерадио компании «Брест» требуется юрист-консульт. Обязанности. Юридическое сопровождение договорно-правовой деятельности. Решение юридических вопросов. Введение претензионно-исковой и судебной работы. Анализ правовых рисков. Введение кадрового делопроизводства в полном объеме. Требования. Высшее юридическое образование. Опыт работы от 5 лет. Умение вести одновременно несколько проектов. Испытательный срок – 3 месяца. Резюме присылать по адресу. БСТ ТРК Собака Мэйлру. Продам дачный участок в Садовом товариществе Пролеска, Жабинковского района. Площадь 5 соток. В частной собственности. Свет – водопровод. 18 километров от Бреста, 8 километров от Жабинки. Цена – 2850 белорусских рублей. Телефон МТС. 375-29-721-90-25. Такси-сити в Бресте. Цена поездки – рубль 50 до 1 километра. Каждый последующий километр – 60 копеек. Также оказываем услуги. Детское сидение в машине. Трезвый водитель. Запуск двигателя при севшем аккумуляторе. Вызов эвакуатора и грузового такси. Во многих машинах – бесплатный Wi-Fi и AUX. Такси-сити. Телефон МТС и Велком. 565-4 шестерки. Такси сейчас – не роскошь. К сведению жителей Брестской области. По субботам с 9.00 до 12.00 в каждом городском и районном исполнительном комитете работает прямая телефонная линия, позвонив на которую можно задать волнующие вопросы представителю городского районного совета депутатов или руководству городского районного исполнительного комитета. Беларусь-4, Брест. Телефон рекламной службы. 8 0162 20 35 45 Продолжаем наше с вами доброе утро, наши дорогие телезрители. Желаем вам прекрасного дня сегодня, в этот день, четверг, 9 февраля. Итак, новость такая у нас. Зеленая карта Бреста разработана по проекту экологически привлекательного города Симбио-Сити, сообщила журналистам первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина. На карте обозначены так называемые горячие точки на территории города, где выявлены наиболее проблемные источники выбросов в атмосферу. Речь идет, конечно же, о промышленных производствах и местах скопления автотранспорта. В скором времени зеленая карта Бреста может появиться на сайтах Горисполкома и Министерства природы. Накануне ее электронный вариант был презентован на семинаре-тренинге, посвященном внедрению концепции умного города на примере шведской модели Симбио-Сити. Модель Симбио-Сити является одним из стратегических мероприятий в национальном плане действия по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2020 года. Для города нашего в частности в качестве приоритетов определены такие направления, как водоочистка, строительство велодорожек, развитие энергетики и биологического разнообразия нашего региона. В общем, очень важное на самом деле такое начинание, потому что от того, к какому окружению, скажем, экологическому мы живем, зависит здоровье нашего города, не только города, но и всей страны. Желаем успехов всем разработчикам и участникам данного проекта. Но мы пока сейчас переходим к погоде. Гости, которые были сегодня у нас в студии, говорили, что идет снег, и на улице просто сказочная зима. Мы это пока не видим, но давайте вместе узнаем, что ждет нас сегодня. Прогноз погоды прямо сейчас в Утреннем эспрессо. Утреннем эспрессо. Мы сегодня целый день говорим о том, что это все. Ощущается, несмотря на зимнюю, такую вот замечательную погоду. Настоящая зима к нам пришла. Снег, потрясающая атмосфера. Главное улыбаться этой погоде. Так хочется нырнуть в сугроб. Да, но все равно мы ощущаем то, что очень скоро придет весна. Потому что праздников очень хочется. Именно вот этих весенних замечательных. Но снежную бабу все равно сегодня будем делать. Будем обязательно. Но к чему говорю о весне? Потому что весеннее настроение нам в том числе дарит наш партнер. Студия флористики Mi Flowers. С вот такими замечательными композициями. Вы видите прямо перед вашими глазами эти потрясающие цветы. Это удивительная композиция от Mi Flowers. Mi Flowers это свежие цветы, букеты и декор. Свадебная флористика, оформление торжеств по очень умеренным ценам. Кстати, бесплатная доставка по Бресту. Друзья, ну на самом деле уже пора вспомнить о том, что 14 февраля не за горами. Кстати, от наших партнеров у нас будут еще и розыгрыши очень скоро. А мужчины должны понимать, что женщины цветы любят каждый день. Мужчины должны понимать, да, мужчины. Мы с вами должны понимать, что женщины любят. И принимать активные действия в этом направлении. Тем более мужчины часто бываем ленивыми. Нам даже не нужно будет выезжать никуда за таким потрясающим букетом. Можно просто заказать его в Mi Flowers. И бесплатная доставка прямо к вашему дому. Вы просто выходите из подъезда, забираете прекрасный букет и дарите вашу любимую. И ощущаете себя рыцарем просто на телом коне. Неделя хороших отношений, думаю, обеспечена. Друзья, ну полдля, по крайней мере. Да, ну а еще лучше всего в этот момент спеть какую-нибудь сиренаду. Для того, чтобы действительно уже полностью соответствовать рыцарскому титулу. Да, для сиренады не обязательно обладать хоть каким-то голосом. Главное петь ее красиво, громко и старательно. И от души. Ну что ж, время летит неумолимо, друзья. Подходит к концу наш совместный информационный завтрак. Но завтра с утра наши коллеги обязательно расскажут вам о самых актуальных событиях в жизни региона. Подавят вам подарки, познакомятся с интересными людьми нашего города и нашей области. Ну а мы, Игорь Пашечко и Екатерина Чапорок, прощаемся с вами. Желаем вам отличного дня, прекрасного настроения. Спасибо, что вы были все утро с нами. Самых-самых лучших событий и свершений вам сегодня. И улыбок, друзья. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»